Бранд Старк против Джейми Ланнистера, как их отношения могут повлиять на конец Игры Престолов. Тетелеграб, Великобритания. Тетелеграбок, Великобритания. 16 апреля 2019 года. Примечание, эта статья содержит множество спойлеров о сюжете Игры Престолов с первого по восьмой сезон. По мере того, как Игра Престолов движется к своему завершению, нас ждет несколько крупных примирений, и первый эпизод не разочаровал. Однако мало кто ожидал, что примирение Джейми Бранда может быть использовано для такого мощного клиффхенгера. Нам придется подождать целую неделю, прежде чем мы узнаем, что происходит между выброшенным из окна, и тем, кого выбросили, так давайте пока скоротаем время, набрасывая небольшой рассказ на основе слухов, посвященных тому, что может последовать за возвращением Джейми в Винтерфилл. Контекст в благословенный 2011 год Игра Престолов проявила себя достаточно скандальной и жестокой, чтобы быстро заработать репутацию сериала о сиськах и драконах. Вероятно, первым эпизодом, который стал одним из апофеозов шокирующего содержания, была сцена, где Джейми Ланнистер, Николай Костер-Валдау, Николай Чостер-Валдау, временно прекращает трахать свою сестру-близнеца, чтобы вытолкнуть любящего приключения ребенка Брана Старка, четвертого отпрыска конкурирующего дома, из башенного окна, чтобы тот не рассказал всем о кровосмесительной похоти, что означало бы смерть для обоих Ланнистеров и их троих неправедно нажитых детей. В восьмом сезоне Джейми впервые возвращается в родовой замок Старков. За последние несколько лет он избежал из новой Ланнистера от цареубийцы и превратился в человека, который поклялся защищать живых, всех живых, независимо от того, к какому дому они принадлежат. Конечно, и Бран, который тоже вернулся в Винтерфел лишь в седьмом сезоне, на самом деле уже тоже не совсем Бран. Второй, и самый старший из выживших, сын Старков уже давно начал превращаться во всезнающего трехглазого ворона, что на практике означает, что он уже лишился способности к человеческой эмпатии, которая у него была, зато обрел удобное свойство узнавать будущее. Так что же может означать их воссоединение? Это зависит от того, насколько большое значение придается персонажу Джейми, как человеку, который превратился из безжалостного, пусть и красивого, злодея, который бросает сестру, от которой у него трое детей, чтобы воевать вместе со своими соперниками против нежити, и который теряет правую руку на этом пути. Есть несколько теорий, в которых пути Брана и Джейми наразрывно связаны между собой. Если бы Джейми не столкнул Брана с башней, Бран, маленький мальчик, мечтавший стать рыцарем, отправился бы, как и планировал, в Королевскую Гавань вместе с отцом, злополучным Недом Старком, и был бы казнен вместе с ним. Вместо этого он остался в Винтерфиле, где его выходили, потерял способность ходить и отправился в приключения длиной в семь сезонов, за которые он стал трехглазым вороном. Можно задуматься, насколько случайной была эта ситуация, то есть в какой степени именно поступок Джейми, совершенный ради любви, действительно закрутил весь сюжет, и выводы будут зависеть от того, в какие теории вы верите. Но факт остается фактом, это падение спасло жизнь Брана, пусть и сильно ее изменило. Точно так же и Джейми не встал бы на путь искупления, если бы Китлин, покойная мать Брана, не отправила его в тюрьму за покушение на жизнь ее сына. Именно тогда, когда он находился под стражей Бриенны Тарт, которой Китлин дала задание доставить Джейми, он начал переосмыслять свое жестокое прошлое, не в последнюю очередь после того, как потерял руку, в которой носил меч. И что же произойдет теперь? Вот где начинается благодатная почва для теорий. Во-первых, Джейми, вероятно, даже не подозревает, что Бран жив, все-таки многие из его братьев и сестер встретили ужасный конец или пережили кошмарные события. То, что осталось от клана Старков, активно воссоединяется в Винтерфилле. Джейми нет в списке людей, которых планирует убить Ария, зато есть его сестра и, покойный, отец. Никого бы не удивило, если бы ее меч игла продавил бы однорукого мужчину. Санса и Джон, однако, вероятно, будут вести себя более спокойно. Санса, возможно, помнит, как Бринна сказала ей, что Джейми оказался благородным человеком, а Джон вообще довольно лоялен. Если на Джейми вдруг неожиданно не нападет какой-нибудь лютый волк, тут станет вопрос прощения, будет ли этот изменившийся персонаж просить о нем. Некоторые предполагают, что такой поступок означал бы конец его многолетней связи с Серсеей, и зеркально отразил бы тот факт, что, когда он в последний раз был в Винтерфилле, он пытался убить ради нее ребенка. Как бы ни складывалась ситуация, вероятно, прибытие Джейми в Винтерфилла знаменует собой еще один неожиданный, но крайне важный альянс в войне против нежити. Он будет странным, да, и холодным, как корона ночного короля, но большинство понимает, что здесь есть что-то большее, чем просто старая история. Давайте не забывать, что и меч Джейми, и меч Бриенны из валерийской столебы были выкованы из льда, меча не до Старка. Это должно что-то значить. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.